В 25, 26 и 27 сериях турецкого сериала «Любой Мерьем» мы узнаем, о чем Мерьем скажет Актаю. Какие отношения после случившегося будут между Актаем и Белиз? Что случится с Бурджу и Гючлю? Какую тайну Мерьем поведает Сельме? Удастся ли Мерьем выкупить свой кулон? Найдет ли Гючлю того, кто в него стрелял? Какое первое предложение произнесет Ариф? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем видео. Как мы уже поняли из прошлой серии, Белиз решила поставить точку. Ей нужно, чтобы Мерьем узнала о ее отношениях с Актаем, а тот сам выбрал, с кем ему оставаться. Однако, когда Мерьем увидит Актая в номере Белиз, она выскажет ему столько всего интересного, о чем Белиз не могла и подозревать. После этих слов она даже не рискнет появиться перед Мерьем. Актай спросит у девушки «Это Саваш рассказал тебе?» Мерьем отдаст электронную карточку от дверей и скажет «Ее передала мне твоя мать». Актай поймет, что в этом замешана не только мать. Без Белиз дело тоже не обошлось. Он выскажет свои претензии, однако после слов Мерьем Белиз будет точно уверена, что в ту ночь за рулем был Актай. Она соберет вещи и покинет номер. Получив список покупателей, Бурджу собирается просмотреть его у себя дома. Она приглашает и Гючлю, если тому удастся найти, где она живет. В это время Эртан будет тайно преследовать Бурджу. Когда она соберется зайти в дом, Эртан в образе бомжа нападет на нее сзади. Он ударит Бурджу по голове, заберет у нее сумку и пистолет, чтобы инсценировать ограбление. В это время к лежащей Бурджу подоспеет Гючлю. Та скажет, что с ней все в порядке и отправит его догонять обидчика. Во время драки Гючлю удастся выхватить у Эртана крюк и вонзить ему в ногу. Гючлю подойдет, чтобы снять с нападавшего капюшон. Но тот развернется и из пистолета Бурджу выстрелит парню в живот. Гючлю вызовет скорую и сразу потеряет сознание. После разговора с Актаем Мерьем придет в дом Сильмы и расскажет ей, что в ту ночь за рулем был именно он. Сильма пообещает, что никому не расскажет. Но если с Мерьем что-то случится, она молчать не станет. Бурджу очнется в больнице. Она потеряет память. Гючлю придет в себя после операции значительно позже. У него с памятью будет все в порядке. Саваш снова заберет из магазина список покупателей. Однако в этом списке с подачи юрдала имя Белис исчезнет. Тогда Саваш посмотрит записи с камер наблюдения. Он увидит, что недавно этот магазин посещал Рыза. Через несколько дней Гючлю и Бурджу выпишут из больницы. Бурджу познакомится с родственниками Гючлю поближе. После того, как Мерьем получит первую зарплату, она отправится в ломбард, чтобы выкупить свой кулон. Там ей ответят, что ничего подобного им не приносили. После этого Мерьем пойдет к Бурджу, чтобы узнать, куда именно она отнесла вещицу. Девушка отдаст ей кулон и расскажет, как все было. Мерьем будет очень благодарна. Зайдя в кабинет к Савашу в его отсутствие, Дерин увидит благодарственную записку от Мерьем. Когда Саваш вернется, она поругается с ним из-за этого. Выйдя из кабинета, она увидит Мерьем и устроит скандал номер два. Тюлин – бывшая певица. Она беспокоится, что про нее забыли. Она идет к репетитору на пробу. Юрдал, узнав о намерениях своей жены, договаривается с репетитором. После проб тот скажет, что она не в форме и не стоит продолжать карьеру певицы. Тюлин расстроится, но не потеряет надежду. Полиция найдет бомжа, который якобы напал на Бурджу. У этого бомжа тоже будет рана на ноге. Однако Гючлю скажет, что это не он. Увидев, что Эртан хромает, Гючлю попытается убедить Бурджу проверить его. Бурджу тоже замечает, что Эртан переодевается среди дня. Арифу становится гораздо лучше. Он вызывает медсестру и показывает, что нужно записать его слова. Он произносит фразу «Октай меня ввел в кому». Тот, кто тайно наблюдает за Арифом, сообщает Актаю, что он что-то сказал. Такую же информацию одновременно получает и Саваш. Мерьем тоже направляется к отцу. На этом заканчивается 27-я серия. Кто окажется быстрее? Умрет ли Ариф? От какого поступка Саваш убережет Мерьем? Узнают ли они, что сказал Ариф? Удастся ли доказать, что нападение на Бурджу и Гючлю – дело рук Эртана? Кто приедет в гости из Лондона к Белиз и нас? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашего следующего видео. Это был наш анонс. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Кому понравилось – ставьте лайки. Напомним, что на канале Турк ТВ есть биографии и фильмографии Мерьем и Саваша. Их можно найти в плейлисте «Актеры» или же по прямым ссылкам, которые размещены под видео. Показ 25, 26 и 27 серии сериала «Любовь Мерьем» состоится на канале «Домашний» в сентябре.